Привет! С вами Докмама, Софи! Софи, иди сюда! И мои собачки Чухуа, Софи и Эйвен. Мы поздравляем вас с прошедшими праздниками и желаем, чтобы в будущем году у вас все было еще лучше, чем в прошлом. Я редко снимаю такие видео, где просто болтаю, рассказываю о нашей жизни. И вот сегодня я решила снять именно такое видео, потому что вам, скорее всего, будет интересно, куда мы переехали, зачем и почему. Софиша и Эйвен такие же большие путешественники, как и я. Мы постоянно куда-то переезжаем и постоянно переселяемся. Поэтому я решила сегодня рассказать вам небольшую историю наших переездов с Софи и Эйвеном. И даже немножко показать. Те, кто смотрел наши самые первые ролики, прям самые-самые первые, я надеюсь, здесь найдутся такие. Если есть какие-то подписчики, кто с нами с самого начала, напишите в комментариях. Те самые первые ролики, где практически не было меня и Эйвена, и была одна Софиша, они были сняты в Москве, в нашей квартире, в которой мы жили изначально, когда мне подарили Софи и Эйвена. Мы там сняли достаточно много роликов, и многие видели эту нашу квартиру в разных наших видео. И через некоторое время мы с Софишей и Эйвеном отправились в путешествие, поехали жить в Таиланд. И для меня, и для Софи и Эйвена это был большой опыт, потому что мы впервые в жизни летели в самолете все вместе. В Таиланде мы снимали дом, который вы тоже видели во многих наших роликах. Такой большой светлый белый дом. Кстати, недалеко от моря, поэтому мы с Софишей и Эйвеном постоянно ходили на море, купались. Но в Таиланде первый год мы жили на самом материке, и на Новый год все наши переезды практически случаются на Новый год. И вот как раз, прожив на материке, мы переехали в другое место, на остров. У нас был целый месяц видео, видео выходили каждый день. Там была и неделя влогов, и полезные ролики. И как раз там был рум-тур, и мы показывали дом, в котором мы жили прямо на море. То есть вот дом стоял прямо на море. Я сейчас рассказываю о местах, где мы жили именно длительно. То есть я не говорю о том, что мы ездили, например, в какие-то путешествия, и в какие-то места. И София и Эйвен жили в отелях, и где только они не жили. И вот, прожив в Таиланде достаточно долгий срок, больше двух лет мы там прожили, мы решили вернуться в Россию, потому что у нас появилась мечта. Вот о ней-то и пойдет дальше речь. А мечта эта, наверное, будет непонятно многим людям, потому что... Потому что цель заключается в том, чтобы жить где-нибудь за городом, в своем красивом доме, чтобы вокруг была природа, завести еще собачек, еще много других собачек. В общем, кто смотрел наши каникулы бабушки, тут примерно себе представляет мою мечту. Чтобы эта мечта... меч... меч... Но чтобы эта мечта сбылась, нужны деньги, и еще нужно построить этот дом. Да. Так вот, после Таиланда мы вернулись в Россию. Первое время, после возвращения из Таиланда, мы жили в Москве. А так как наша квартира, в которой мы жили до Таиланда, она сейчас сдается, поэтому мы жили у наших родственников. В еще одной квартире, и вы ее тоже видели во многих наших летних роликах. А после того, как мечта начала более-менее реализовываться, и мы стали подходить к ней ближе, мы поняли, что нам пора переезжать. После этого мы переехали в небольшой городок, как раз ближе уже к месту строительства нашего дома, нашей мечты, нашего будущего постоянного места обитания. А ту самую квартиру, в которую мы переехали уже ближе к нашей деревне, в небольшом городке, вы ее как раз уже видели во многих наших роликах. И вот как раз в этой квартире я, например, убедилась, что в однокомнатной квартире, небольшой, вполне можно иметь две маленьких собачки. А вот как раз большую собачку завести в однокомнатной квартире будет довольно сложно. Ей просто будет не хватать места. Даже Эйвену и Софи, мне казалось, не очень хватает места, чтобы беситься, носиться и играть. Ну и теперь самое главное событие для меня с 2016 на 2017 год, это еще один наш переезд. Кто следит за нашим инстаграмом и нашими группами ВКонтакте и моей страницей, тот видел, что я писала о том, что мы переезжаем. И, кстати, это был первый раз в моей жизни, почти за 6 лет проживания Софии Эйвеном, когда я оставила их, и они со мной не переезжали, потому что все остальное время Эйвен и Софи постоянно переезжали со мной. А тут, так как наша мечта строится недалеко от каникулы бабушки, что, кстати, для многих поклонников этой рубрики радость, потому что мы будем чаще бывать на каникулах у бабушки и чаще снимать других собак и животных и котиков. Так что теперь мы переехали из того маленького городка в еще более маленький городок. Это даже не назвать городком, это просто деревня. Это недалеко от нашей будущей деревни, от нашего дома, который строится, в который, я надеюсь, мы наконец-то переедем, и ролики я буду снимать уже только оттуда и никуда не переезжать, если только ездить путешествовать. Если говорить об Эйвене и Софии, и вообще о собаках, то на самом деле это для них не такой уж и большой стресс, потому что они привыкли, они с самого детства постоянно куда-то едут. Да, мой стеснительный мальчик. Эйвен на самом деле очень стеснительный. Но я уважаю его характер таким, какой он есть, и не пытаюсь его переделать, потому что... А зачем? Мой скромный. Вы, кстати, зря говорите, что я люблю Софишу больше, чем Эйвена. Я люблю их одинаково. Невозможно любить своих собак по-разному. Кого-то больше, а кого-то меньше. Да. Просто Эйвен не очень любит сниматься, а Софиша очень любит сниматься. Самый смешной и самый прикольный, и самый интересный момент, что этот городок, который находится недалеко от нашей будущей деревни, от нашего будущего дома, настолько маленький, что в нем просто не было жилья. И мы не могли ничего тут найти, где бы нам жить, потому что мы же не можем постоянно жить на каникулах у бабушки. И вот мы нашли одну единственную в этом городе квартиру, которая сдавалась. Одна единственная. Вы можете поверить себе, что это настолько маленький город? Это тебе не Москва. Здесь живет всего 4 тысячи человек. У меня подписчиков на канале больше. В квартиру? В квартиру. Единственную в квартиру. Почему я говорю в квартиру? Многие друзья и многие знакомые, многие люди меня спрашивают, почему мы не хотим жить в Москве, и почему мы не хотим жить в большом городе. И я знаю, что многие из вас сейчас тоже зададутся этим вопросом. Зачем? Зачем бежать из города? Зачем жить в деревне? Зачем? У каждого есть своя мечта, и каждый человек пытается всю свою жизнь идти к этой мечте. И если у кого-то мечта это купить крутую машину, купить крутой компьютер, ну я не знаю. В общем, у всех людей разные мечты. У кого-то мечта устроиться на хорошую работу, у кого-то мечта завести много-много детей или много-много животных. Моя мечта это жить в красивом месте, рядом с природой, в красивом доме, где чистый воздух, где рядом лес, где нет города, городского шума, бесконечно спешащих и торопящихся людей. Потому что я знаю, что такое Москва, и это постоянные пробки, это постоянная суета в метро. В общем, короче, я хочу жить на природе, иметь не две собаки, а больше, и иметь не только маленьких собак, но и больших собак, и иметь красивый большой дом. Вот такая вот моя мечта. И я надеюсь, что в этом году, в 2017-м, она наконец-то сбудется. Пожелайте мне удачи. Появятся еще какие-нибудь собачки, а может даже кошечки или другие животные. Так что теперь, дорогие друзья, вот она наша новая студия, где мы будем снимать, я думаю, достаточно долгое время, пока будет строиться дом. Это единственная наша возможность жить недалеко от стройки. Мы же не можем жить в палатке. Или... или можем? Нет. И здесь есть снег, много снега. Ездить теперь постоянно на каникулы бабушки, потому что мы теперь живем от нее где-то, наверное, ну в 30 минутах езды. И если раньше мы ездили от Москвы 4-5 часов, а то и больше на каникулы бабушки, то сейчас мы за полчаса на машине добираемся до их усадьбы, до их поместья. Я редко рассказываю вам что-то подобное из жизни. Чаще я делаю полезные или развлекательные ролики. Но если вам интересна именно наша жизнь, именно ответы на вопросы или какой-то личный опыт, то ставьте лайк этому видео и пишите в комментариях, о чем бы вы хотели, чтобы мы рассказали еще из нашей жизни. То есть мы скоро будем жить, и он собственно вновь? Конечно. Курмогеть. 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 На моем новом канале Animagic, на котором я делаю всякие эксперименты, лайфхаки, диайвай. К сожалению, тоже не выходили видео, пока мы переезжали. Но я надеюсь, вот наконец-то я организую до конца эту студию, начнут выпускаться ролики постоянно. Так что если вы еще не подписались на мой новый канал, подписывайтесь, ссылочка внизу. Потому что подписавшись и написав в комментариях к любому видео, какую сигну от кого из нас вы хотите, а может быть от всех нас вместе, вы получите эту сигну, если будете подписчиком канала Animagic. По поводу сигн мы закупились уже целой коробкой бумаги, так что вот-вот мы уже начнем их выкладывать по несколько штук сразу. Я надеюсь, у вас наверняка тоже есть мечта на 2017 год или в принципе мечта в вашей жизни. Поэтому напишите ее в комментариях, поделитесь своей мечтой, и мы будем все вместе мечтать. И чем больше людей думает о вашей мечте, чем больше людей помогает вам, тем скорее эта мечта сбудется. Конечно, если вы что-то будете для этого делать. А не просто сидеть и говорить, я хочу вот это, вот это, вот это. Почему этого нет? Ну, это логично, вы это все понимаете. Ну что же, я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны или смотрите нас впервые. Подписывайтесь на наш инстаграм, на наши группы ВКонтакте, на странице Софии Эйвена. Все ссылочки в описании внизу. И, как всегда, наш девиз, и будет вам счастье. Пока! Эйвен, вообще-то розовая, это моя лежаночка, а не твоя, это мой цвет, а твоя голубая. Ты лежишь на моей лежанке. Ну и что, София? Ладно, тогда я пойду и буду грызть свою вкусняшку на твоей лежанке. Если она испачкается, я не виновата. Ведь это ты сам решил, поэтому ты потом не сиди и не ной. София, зачем ты это изъяла? Понял? Ладно, но... Мне так и снова. Ладно. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку, и оставь нам комментарий. О-хо-хо-хо-хо-хо! А еще смотри еще, ролики смотри еще, всякие смотри еще, 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 еще. О-хо-хо!